На выставке в музее-заповеднике Абрамцево стулья из предметов интерьера превратились в экспонаты. Мастерство реставраторов вдохнуло в уникальные произведения мебельщиков вторую жизнь. И это подтолкнуло работников музея к созданию выставки. Стулья рассказывает историю усадьбы Абрамцево, в которой выделяют Оксаковские и Мамонтовские периоды. И период 20 века, когда рядом появился поселок художников, а в самой усадьбе работал эвакуационный госпиталь. Так на одном из стульев кресел, так называемое кресло с бараньими головками, которые у нас представлены в экспозиции. Например, на оборотной стороне сидения есть подпись реставратора, который в 1977 году проводил реставрационные работы и счел нужным оставить свой автограф на этом стуле. Самым загадочным экспонатом стало складное кресло второй половины 19 века. По словам работников музея, судя по инвентарному номеру, оно относится к основной мамонтовской коллекции мебели. Но его предназначение до сих пор не ясно. Я, на самом деле, поспрашивала у музейщиков из разных музеев, что это могло бы быть. У всех ответы разные, но очевидно, мне не кажется, что это какая-то ошибка. Но видите, для того, чтобы молиться на коллеге, мне кажется, все-таки высоко. А потом мягкое следы с этой стороны. Оно не крутится. Зачем-то становится в такую позицию. По стилистике напоминают заходный европейский коммунист. На экспозиции представлены более 40 экспонатов, которые в течение полувека восстанавливали несколько поколений абрамцевских реставраторов. Порой стулья и кресла попадались им в полностью разобранном виде. Большинство экспонатов с тканевой обивкой немного поменяли первоначальный облик. Обивку воссоздали с помощью типовых тканей, которые выделяли для музеев в 80-е годы. Отдельные детали восстанавливались практически с нуля. Сидеть на таких креслах нельзя, но разглядывать можно бесконечно. На открытии выставки председатель окружного совета Рита Тихомирова отметила, что своим появлением экспозиции обязана директору музея-заповедника Елене Ворониной. Ей огромное спасибо, потому что она, когда сюда пришла, в это славное Абрамцево, она не просто сохранила традиции. Все, которые были десятилетиями, о тех, о которых в моментах говорила сейчас Елена Николаевна, десятилетия же были, но она еще все это приумножила. И такую моторность ему придала. По словам председателя окружной общественной палаты Марии Дайн, часто любители красивой мебели мечтают иметь в своем доме предметы, похожие на те, что хранятся в Абрамцеве. Но встает проблема нехватки мастеров-краснодеревщиков, которые могли бы изготовить качественные копии. Ну, это в какой-то степени, можно сказать, деградация современного нашего времени, когда то, что могли сделать наши прадеды, наши деды, мы не можем даже подступиться к этому. И мы говорили с директором Абрамского училища, который у нас, ну, это центр культуры, второй после музея Абрамцева, и говорили о том, что очень нужно открывать отделение по обучению юношей и девушек в том числе. У нас сейчас девушки не отстают от мужчин. И учить мебельному искусству. Выставка, которая получила название «В ногах правды нет», будет работать в Поленовской даче до 31 марта. Татьяна Мельникова, Анна Овчинникова, ТВР24. Татьяна Мельникова, ТВР24. Татьяна Мельникова, ТВР24. Продолжение следует...